Представитель партии «Единство» Соловита Аблтани в интервью нашему телеканалу называла условия, при которых могут позвать Вайровики Фрейбергу. Она очень ответственный человек, если мы, в конце концов, не придем к какому-то общему решению, то «Единство», конечно, готово еще раз обратиться к ней о возможности рассматривать, возможность скандидировать. Своё заявление по поводу бывшего президента Соловита Аблтани сделала нашей службе новостей после очередного тура переговоров коалиционных партий о едином кандидате на пост президента страны. И судя по тому, как эти переговоры проходят, призыв на пост номер один в Вайровике Фрейберге становится все более реальным, потому что договориться о приемлемом для всех кандидате партии не могут. Глава «Единство» Соловита Аблтани перечисляет, какие фамилии звучат на обсуждении кандидатов президента от ее партии. По поводу Сандры Калнета все ясно. К ней, среди однопартийцев, отношение неоднозначное. А СЗК вообще категорически против ее кандидатуры. Именно поэтому Аблтани возмущает, что Калнета агитирует за себя в интернете. Голосование идет на портале «Манс Президентс ЛВ». А в Союзе Зеленых и Крестьян признаются, число их потенциальных кандидатов уже давно перевалило за 10. Это будет решение большинства тогда просто? Нет, консенсус. Все должны согласиться. Это возможно? Ну, для нашего объединения, чтобы он работал дальше, было мир и спокойствие. Это во всех партиях так необходимо. Если нет консенсуса при таком важном вопросе, путем только голосования избрать, это путь никуда. Национальное объединение, в свою очередь, симпатизирует одному претенденту, юристу и автору преамбула Конституции Эггелсу Левицу. Нет никакой тайны в том, что мы хотели бы видеть Эггелса Левица на должности президента Латвии. Для общего кандидата необходима совокупность определенных качеств. У Левица она есть. Будет другой кандидат, оценим и его. Несмотря на сложности выбора, даже внутри самих партий, коалиция обещает назвать единого кандидата не позже 11 мая. Елена Рубинчика, Анископча, Латвийское телевидение.